Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Фил Барден и его книга «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». Фил Барден – практикующий маркетолог, один из самых, по его собственному мнению, мнению его друзей, востребованных маркетологов мира. В послужном списке Unilever, T-Mobile и некоторое количество научных трудов, околонаучных трудов, книг и тому подобного. Фил в первую очередь сосредоточен на психологии поведения покупателей, при этом он старается использовать какие-то достаточно понятно измеряемые метрики и объяснять законы поведения человека во время покупки с точки зрения научных концепций. Вместе с Филом к нам в гости пришло вино «770 миль Калифорния» Кибернет Савиньон. Если кто смотрит этот выпуск как первый в череде выпусков «10 фактов, 3 задачи из интересной книги», то вы наверняка удивлены. А если вы смотрите не первый выпуск, то для вас ничего удивительного в этом звуке нет. Дело в том, что когда мне в руки попадается хорошая книга, вместе с ней, как правило, попадается хорошее вино. За окном похолодало, поэтому хорошее вино плавно из белого превратилось в красное и удивительно, конечно, оно пахнет. Кибернет Савиньон идеально подходит для октября месяца. «770 миль» это, в общем-то, такой странный симпиоз калифорнийских виноградников с технологиями и с логикой производства во Франции. Название символизирует собой расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы пересечь центральную долину Калифорнии с севера на юг от одной винодельни, принадлежащей группе Le Grand Chez de France, в другую. Собственно, там произрастает это вино, после чего оно... ой, там произрастает этот виноград, после чего он экспортируется во Францию. Ну да, французы, конечно, знают толк в вине. Вишня немножко фруктового джема идеально подходит к мясу или к такой сочной книге, как взлом маркетинга, которая у нас сегодня. Вино чуть-чуть постоит, подышит, это особенность всех красных вин, а мы тем временем быстренько начнем, пробежимся по десяти основным фактам, послушаем три задачи и решим для себя, стоит читать эту книгу или не стоит. Первый факт, он касается всех практикующих маркетологов, после чего презентацию можно закрывать. Маркетинг скорее жив, чем мертв. Барден полностью опровергает точку зрения, что в современном мире не нужны маркетологи. В книге, на протяжении всей книги четко показывается, насколько идеи маркетинга совершенствуются вместе с потребителями и продолжают активно работать на рынке. Мне бы хотелось, чтобы Барден был адептом теории продуктового маркетинга, чтобы он находил тот самый симбиоз между продуктом, его качеством, необходимостью его постоянного совершенства и маркетингом как способом продвижения. Это достаточно классного с точки зрения характеристик продукта. Но нет. Вообще стоит отметить, что хотелось бы, чтобы вот это мое отмечание не отбило у вас охоту читать Бардена, потому что там есть достаточное количество неплохих идей. Но для меня вот лично эта книга после прочтения оставила такой эффект попури из тезисов Каннемана, который вот буквально у нас был в прошлом обзоре «Думай медленно, решай быстро», тезисов Гладуэла, гений-аутсайдеры, тезисов Чалдини, психологии влияния и тезисов Бэквита, Гарри Бэквит, без раздумий, скрытые силы, которые заставляют нас покупать. И дальше вот по следующим слайдам я периодически буду акцентировать ваше внимание на этих моментах. И плюс это все густо сдобрено всякими практическими историями, забавными ситуациями из жизни. Но, тем не менее, Барден говорит, что маркетолог должен акцентировать свое внимание не на товаре, а на цели, которую потребитель закрывает с помощью этого товара. Если вы делаете акцент на цели в процессе создания своих маркетинговых ходов, то они будут правильными. Товар должен быть не просто хорошим или плохим, поскольку это достаточно субъективная точка зрения, а он должен решать определенный перечень задач. Тогда срабатывает триггер его покупки, потому что, как правило, вы готовы расстаться с деньгами, вы готовы заплатить за продукт, когда этот продукт соответствует вашей цели. Барден приводит такой интересный пример с губной помадой. Губная помада не может быть, условно, хорошей или плохой, как продукт. Она должна отвечать цели, например, заботе о губах. И вы покупаете один вид губной помады. Или, чтобы пойти на свидание и быть привлекательным, вы покупаете другой вид губной помады. Точно так же отношения между покупателем и брендом выстраиваются с точки зрения решения конкретных задач и целей. При этом они не похожи на отношения между людьми, поскольку бренды служат нам инструментами для достижения определенной цели. Один из приемов, который мне попался на глаза, и я сразу его вспомнил, поскольку похожий прием в своей книге описывал Гарри Беквитт в книге «Без раздумий». Это принцип большой цены, большей цены, которая должна оттенять цену текущую. Он все еще работает. Книга 2013 года издана на русском языке в 2014, по-моему. Тем не менее, сейчас в 2019 году этот пример. Я тогда еще, прочитав Беквита, вынес это в одну из задач, применил на практике. И могу сказать, что это неплохо работает. Как начинать дороже делать? Это можно с помощью двух инструментов. Акции или искусственно дорогого товара. Значит, с помощью акции это делается следующим образом. Товар за 40 долларов, ну там, или в вашей валюте национальной, покупают охотнее, чем товар за 38. Если рядом с товаром за 40, есть перечеркнутая цена в 92. А рядом возле товара за 38 нет ничего. И при этом перечеркнутая цена всегда должна находиться слева, поскольку мы читаем слева направо, для того, чтобы ее увидели первой. Ну, если только вы не продаете арабам, тогда она, конечно, должна находиться справа. Как только мозг заметит большую цену и осознает ее размер, начнет сопротивляться высокой стоимости и тут же увидит цену ниже, то он будет к ней уже ментально готов. В этой книге есть дальше еще один прием о том, что их нужно разносить горизонтально, делать пробел между старой ценой, перечеркнутой новой акционной, меньшей, как можно больше, для того, чтобы у мозга было там еще несколько долей секунды осознать большую цену и перейти к более приемлемой. А второй принцип «начинай дороже» – это принцип искусственно дорогого товара, который как раз Backvid детально описывает. Там, в чем была фишка, там на страницу каталога искусственно вводится товар с похожими характеристиками, как те, что уже есть на странице, но который стоит в 5, 7, 10 раз, в общем, аномально дороже, чем все остальные позиции. И тогда любая цена этих позиций на фоне неимоверно высокой одной будет казаться приемлемой. Это очень круто работает в B2B, например, если вы там продаете какие-то условные, я не знаю, станки или насосы, то вы и у вас есть линейка в одну цену, там в условную, тысячу долларов, то вы на эту страницу добавляете какой-то, может даже там условно несуществующий насос, но очень похожий по характеристикам на те, что уже есть, и пусть он будет стоить 6, 7, 8 тысяч долларов. Тогда на его фоне все остальные, остальная стоимость тысячи долларов не будет казаться такой высокой. Две системы. Тезис про две системы. Многие из моих знакомых, которые читали эту книгу, выносят, в общем-то, в основную часть и говорят, что на этом построена вся книга. Барден называет их пилотом и автопилотом, и если вы еще до этого момента не смотрели обзор книги Канамена «Думай, медленно, решай быстро», советую вам этот поставить на паузу, посмотреть, и вы поймете, почему я эти две системы добавил аж четвертым слайдом. Потому что тут нет ничего нового. Значит, нам говорят, принятие решений основывается на использовании двух систем. Пилот и автопилот. Первая направлена на обдуманный и тщательно проанализированный выбор человека. Вторая подразумевает влияние базовых функций. И, ну, в общем, пилот, он рассудительный и медленный, и он помогает совершать рациональные покупки, а автопилот, он импульсивный и быстрый, и он работает в плоскости эмоций, и он работает в плоскости «хочу здесь и сейчас». Мы, как правило, постараемся контролировать пилот, но не очень успеваем за автопилотом, который обрабатывает в фоновом таком режиме всю информацию. И, ну, в общем, это система 1 и система 2 Канамена. Ничего как бы тут особо нового нет. Если вам нравится вот эта теория про две системы, которые между собой связаны, и одна вытекает из другой, то я вам советую больше обратить внимание на книгу «Думай, медленно, решай, быстро». Автопилот – это как раз и есть та история, которая отвечает за якорь и отвечает за то, чтобы вы зацепились за какое-то маркетинговое сообщение, за какой-то продукт, товар, услугу и так далее. Автор очень хорошо описывает действия автопилота. Вот на примере коктейльной вечеринки, когда очень много людей, большой шум вокруг, все разговаривают, но если кто-то произнесет ваше имя, вы тут же услышите его и переключите органы чувств на этого человека и постарайтесь понять, о чем там идет речь. Вот точно так же и автопилот действует, он как бы на уровне белого шума и в происходящих вокруг всяких разных штук пытается вычленить полезную для вас информацию с точки зрения принятия здесь и сейчас решения о каком-то товаре или о покупке какого-то товара. И автопилот, кстати, отвечает вот за так называемое якорение внимания. Вы наверняка обращали внимание на такую особенность психологическую, что как только вам хочется какую-то вещь, вы там придумали купить себе машину, то эта машина появляется гораздо чаще, чем все остальные в вашей жизни. Вот она проехала мимо, вот вы увидели ее на остановке, вот вы стоите рядом с ней на светофоре и так дальше. Не значит, что машины этой марки стало в вашей жизни действительно больше. Просто автопилот стал вычленять из потока информации ту, которую сейчас вы считаете важной. И именно так вы сосредотачиваетесь на ремаркетинговой рекламе, если знаете, что это такое, то вокруг вас очень много ремаркетинговых сообщений, поскольку на большое количество сайтов вы заходите, большое количество продуктов вы просматриваете, но в поле зрения попадают и запоминаются именно те, которые нужны вам сейчас как можно больше. Барден говорит, что, ну вернее сейчас надо еще разобраться, кто это говорит, что для того, чтобы натренировать автопилот, вам нужно 10 тысяч часов наработки. То есть мы все являемся профессиональными покупателями только потому, что мы в своей жизни покупали больше 10 тысяч часов, ну вернее проводили в магазинах больше 10 тысяч часов на все время. Это очень похоже на Гладуэлла, гений-аутсайдеры. Не сказать, что Гладуэлл был автором, может быть это его тезиса про 10 тысяч часов, я тут вот не берусь судить, но я для себя раньше открыл это правило и в книге именно Гладуэлла. То есть для того, чтобы стать не только для тренировки автопилота, вообще процесс приобретения опыта, он должен быть каким-то измеряемым, мы должны понимать, что вы получаете в конце. Так вот, и в этой книге, и в книге Гладуэлла говорится о том, что 10 тысяч часов достаточно для того, чтобы стать экспертом в какой-либо из областей. Если вы хотите лучше всех лепить из глины, то вам достаточно будет 10 тысяч часов лепки для того, чтобы делать превосходные какие-то чашечки или вазочки или тарелочки. А до этого момента у вас будут получаться кривые, косые и не очень качественные. Идея как основа маркетингового инструмента, а красная каберная савиньон как основа хорошего настроения. Только на 100% проработанная идея позволяет добиться маркетингу хорошего результата. Фил Барден говорит, и вот тут я, конечно, категорически с ним не согласен, но можем простить его 13-й год, что вы можете откидывать ориентировку на качество товара, на группы потребителей, ориентируйтесь исключительно на идею, исключительно на цель, которой служит ваш товар или услугой, и все у вас будет хорошо. Современные русскоязычные маркетологи цель усугубили еще чуть больше и просят всех сейчас ориентироваться на боль, потому что цель не так эмоционально отзывается, если на нее надавить, а вот боль – это прям то, с чем вы не можете справиться. И если товар или услуга закрывает какую-то боль, то у нее нет шансов не выстрелить. В эту вот идею, как основу маркетингового инструмента, хорошо иллюстрирует пример про то, что мы все будем счастливы, если будем иметь возможность покупать за 2-3-4 доллара чашку кофе в Starbucks, но если бы мы были объективными и принимали решение о покупке только исходя из качества продукта, мы бы никогда этого не сделали, потому что по цене одной-двух порций можно купить банку кофе в супермаркете и делать кофе ничуть не хуже, чем в Starbucks. Получается, что в момент этой сделки мы помимо напитка в стакане, которым так вот Барден называет вкусный кофе, помимо напитка в стакане мы покупаем что-то еще. И вот это и есть основная идея, и вот это и есть основная цель, и есть основная боль. Ну и собственно для того, чтобы удовлетворить цель, ради которой совершается процедура покупки, вы должны понимать, что такая чистая ценность. Вообще величина чистой ценности владения каким-либо продуктом или услугой, это вот разница как раз между удовольствием, которое вы получили в процессе взаимодействия с этим продуктом или услугой, и страданием, связанным с ее получением. То есть чистая ценность – это удовольствие минус страдание. И тут есть два основных момента. Момент первый. Историю с чистой ценностью идеально иллюстрирует техника компании Apple. То есть если вам до момента презентации сказать, что новый iPhone будет стоить полторы тысячи долларов, просто телефон может стоить и будет стоить полторы тысячи долларов. Страдание от получения такого телефона перекроет любое удовольствие, чистая ценность будет отрицательной, и вы никогда не совершите покупку. Но после презентации вы настолько проникаетесь идеей про три камеры, про превосходные процессоры, про еще более глубокую матрицу и экран, который вам никогда не снился и в самых радужных снах. И уже стоимость удовольствия от владения таким продуктом растет, превышает уровень страданий, чистая ценность получается положительной, и вы совершаете покупку. Второй момент, о котором говорит Фил, и все больше исследований, кстати, на эту тему в последние годы проводится, он говорит о том, что центр удовольствия в мозгу человека, как правило, чаще всего реагирует на изображение. Он реагирует не на сами товары или на текст вокруг этих товаров, а именно на изображение. Поэтому экспериментально доказано, что этот участок мозга тем активнее, во-первых, чем большую ценность имеет товар в глазах потребителя, а во-вторых, чем более визуально привлекательным становится товар. И только недавно я читал исследование, которое говорит о том, что компании, вкладывающие деньги в визуальную составляющую своего продукта, в визуальную составляющую коммуникации, позиционирование капитализируется гораздо быстрее, чем компании, которые этого не делают. То есть мы все чаще совершаем выбор глазами и оцениваем все происходящее с точки зрения красоты, удобства и вот этого эстетического наслаждения. Поэтому, если у вас есть возможность сделать не просто хороший или полезный товар, а есть возможность сделать красивый товар, вот техника Apple это в очередной раз подтверждает, то делайте это вы гораздо более быстрыми темпами. Во-первых, будете капитализироваться, а во-вторых, сможете донести потенциальному потребителю, какое удовольствие он получит, и его размер будет несопоставимо велик по сравнению со страданием, а значит чистая ценность не оставит шанса не совершить покупку. Мотивация. Барден говорит о том, что покупатель никогда не мотивирует себя сам, он действует с точки зрения основных трех групп, и задача маркетолога показать потребителю, в зависимости от того, в какой группе находится сейчас этот покупатель, показать, какой конкретно товар ему необходим. Три побарды, но основные мотивы покупки того или иного товара, это безопасность, автономность и возбуждение. Безопасность. Понятно, мы избегаем перемен, мы не хотим опасности, которые влекут за собой эти перемены, неуверенности, сохраняем статус-кво и стремимся к стабильности. В автономности. Мы хотим быть лучше остальных, мы хотим усиливать свое влияние, расширять территорию, самоутверждаться, утверждаться, получается охранять контроль. Узнаете, да, потребителей техники дорогой, такой как Mercedes, или там айфоны, дорогие часы, ну и возбуждение. Эта система, она избегает скуки и стремится к новшествам, к переменам, к активному движению, ко всяким вот таким бегу вперед. Главная цель это новые незнакомые стимулы, ход привычного разрушить, нарушить, переделать, исследовать окружающую среду. Это, как правило, в эту группу входят ранние бета-тестеры, те, кто следит за всякими новинками и пробует разные всякие штуки. Очень круто, группа возбуждения работает в здоровом питании, в условном уходе за телом, в фитнес-клубах и в таком вот всем похожем. То есть вы просто определитесь, кого в вашей целевой аудитории больше, какая мотивация, безопасность, автономность или возбуждение преобладает. И уже с точки зрения главных целей этих мотивационных систем выстраивайте логику коммуникации дальше. Ну и, конечно же, вовлекайте. Вот вовлечение это прям топ. Особенно хорошо после некоторых предвыборных кампаний в Украине, видно это образца 2019 года. Вовлечение, сопереживание и построение с помощью потенциальных клиентов какой-то экосистемы, которую вы можете назвать семьей, является одним из самых крутых инструментов преодоления белого шума, выделения брендов в совокупности очень похожих, если не сказать одинаковых брендов. Вы можете делать это с помощью искусственной ценности, а можете делать с помощью натуральной. Вот про искусственную ценность как раз есть очень хороший пример, когда Фил рассказывает о купонах на автомойку. Если вы хотите после восьми моек дать клиенту девятую в подарок, то талон с восьми пустыми ячейками и девятой подарочной будет работать хуже, чем талон на десять моек, где две уже отмечены, как вроде бы вы помылись. Подсознательно мы уже вовлечены в процесс взаимодействия с этой автомойкой. Мы уже вроде бы начали дорогу по получению подарка, и поэтому нам все те же восемь моек кажутся уже не такими большими. Мы продолжим с гораздо большей вероятностью это движение вперед. Но и тут, конечно, стоит подумать чуточку шире. Если вы можете выстраивать отношения так, чтобы вовлекать клиентов в процесс создания продукта, например, это идеальное вовлечение будет, которое обязательно вернется вам сто крат. Я вот не так давно заметил в Инстаграме один аккаунт, который делает значки разные, небольшие, и в общем-то вовлекает всех своих подписчиков в процесс создания дизайна этих самых значков от первого этапа до последнего. То есть магазин задает какую-то тематику, там, не знаю, условно, осень или какие-нибудь супергерои, и дальше с помощью всех подписчиков, которые подписаны на этот аккаунт, отбирает сначала идеи для этих значков, потом визуализирует эти идеи, потом как они должны быть реализованы, и вот финальная партия. И получается, что все, кто принимал участие в их создании, уже не могут их не купить, поскольку они являются соавторами этих значков, и сопереживали всем этапом создания этих значков, всем процессом. И вот такое вовлечение работает гораздо лучше, чем талон с двумя помеченными мойками, но тем не менее, повторюсь, что какой бы ни была ценность, искусственной или натуральной, если вы сможете с ее помощью вовлечь человека в взаимоотношения, будет работать гораздо лучше, чем если не сможете. Ну и Барден, этот слайд всем маркетологи должны показать своим начальникам, Барден говорит о том, что маркетинговая стратегия работает гораздо лучше, если она сосредоточена на одной конкретной цели. Вы берете один элемент товара, один коммуникационный канал, и доказываете, что в нем являетесь лучшим. Если хотя бы по одному параметру товар будет самым лучшим на рынке, это увеличит его шансы в глазах потребителя. А это одна цель, и есть перефразированный тезис, но тут уж, конечно, не придерешься, из книги, которая вышла значительно позже, в 2018, может быть, даже в 2019 году, микротренды, я все никак ее не могу дочитать и сделать, очень хочу сделать обзор, который, я боюсь, затянется на несколько выпусков, там говорится о микросегментации, о том, что максимально сужайте фокус на какой-то небольшой группе и копайте, долбите, делайте все это только в одном направлении, станьте лучшим для вот этой нишевой маленькой группы. Потом разрастись будет гораздо легче, чем если вы сразу создадите универсальный для всех продукт и захотите его сузить для одной целевой аудитории. Это, как правило, практически никогда не работает. Такие вот быстрые 10 целей, три задачи, три задачи и глоточек Каберне-Савиньон. Если вы смотрите обзоры книг в формате «10 фактов, три задачи впервые», то вам, наверное, будет интересно узнать, что три задачи всегда я и мои коллеги, мы их записываем в букнот, блокнот для осознанного чтения. Там есть 100 страниц под книги, страницы так специально размечены, что вы можете указать саму книгу, пометить, к какой из области знания она относится, выписать сначала основные факты, а потом на основе этих фактов сформулировать задачи. В конце каждой страницы, внизу каждой страницы есть один совет, помогающий вам увеличить скорость вашего чтения. На каждой странице он разный. Ну и теплые чехлы, два карандаша, чтобы вам максимально было удобно работать. Больше про букнот можно почитать на сайте буква.info. Три основных задачи. Значит, тренировать маркетинговый автопилот, записаться на курсы и регулярно улучшать свои знания, которые касаются маркетинга для того, чтобы иметь возможность применять на практике все новые какие-то вещи, которые здесь и сейчас работают, потому что маркетинг относится к такой сфере приложения усилий, которая очень быстро устаревает. Второе. Провести акцию по аналогии с мойкой, то есть купить 10 комплектов, 11 в подарок, и два комплекта уже куплены, потому что первоначальная задача, и юнит экономика выстраивается таким образом, что мы можем за 8 комплектов давать 9 в подарок, но мы переформатируем это в 10 комплектов, 11 в подарок, два из которых уже как бы вами куплены. И уменьшать страдания в каждом новом продукте для того, чтобы увеличивать ценность вот в этой формуле, в формуле, в которой… Господи, ты боже мой, где же она, где же она, где же она, где же она, где же она… Вот, в формуле, там, где чистая ценность равна удовольствие минус страдание, за увеличение потенциала удовольствия отвечает та часть, на которую нужны бюджеты. А для того, чтобы уменьшить страдания, этому нужно работать с ценообразованием, с качеством продукта и со всем остальным. Так вот, я для себя выписал, что уменьшать страдания, в принципе, возможно, в каждом новом или уже существующем товаре или услуге просто с помощью оптимизации, пересмотреть подходы. Вот точно так же, как мы букнот, например, делали. У нас изначально там стоимость была одна, она была практически на 40-50% выше. И я еще не знав этой формулы, потенциально предполагал, что вот то страдание, которое будут испытывать люди при такой цене, оно не даст возможности покупать его. И поэтому страдания нужно уменьшать в первую очередь. Так вот, если у вас есть уже какой-то товар или услуга, или вы только собираетесь запустить, обратите внимание на то, какого размера будет страдания у потребителя в процессе принятия решения о покупке. Скорее всего, вы сможете безболезненно его уменьшить, чем, возможно, приведете формулу вот этой чистой ценности удовольствия минус страдания в уже положительный отрезок. И этого, возможно, вам будет достаточно. Вот такой вот быстрый обзор обзор Фила Бардена. Я хочу сказать, что, в общем-то, для маркетологов, наверное, ничего нового полезного в этой книге, уж тем более в 2019 году, не будет. Для малого бизнеса это более-менее интересная штука с точки зрения того, немножечко практических кейсов, немножечко рассказов о том, как наш мозг принимает решение о покупке. Если захотите больше погрузиться в эту тему, то лучше Челдини психология влияния, и лучше Каннман думай медленно, решай быстро. А еще читай быстро. Это наш проект буква.инфо. Подписывайтесь на канал, на котором вы сейчас находитесь, палец вверх, колокольчик, комментарий, в общем, все то, зачем вы вообще приходите на YouTube. Можете проверить скорость своего чтения по урлу буква.инфо.слыш.рапид. Там вам дадут прочитать текст, потом дадут ответить на вопросы, а потом вы дадут сертификат. Еще вы сможете получить советы по тому, как ускорить свое чтение здесь и сейчас. У нас есть букнот, у нас есть рабочие тетради, у нас есть много всего интересного. На по урлу буква.инфо.слыш.блог в нашем блоге. Ну и инстаграм буква.инфо. Там мы периодически разыгрываем какие-то книжки, букноты, рассказываем о том, что что будет попадать в обзоры в будущем и иногда приоткрываем закулисье каких-то наших рабочих моментов. Ну, в общем, такая. Можете подписываться, а можете и не очень. Таким был Фил Барден, таким был взлом маркетинга, такими были 10 фактов, 3 задачи, и таким был Каберне Савиньон от 770 миль, Калифорния. Впереди очень много книг по маркетингу. Надо этот пласт добить. Если вам чего-то интересно из конкретных книг по маркетингу, вы не можете принять для себя решение читать вам эту книгу или нет, делитесь в комментариях, мы попробуем быстренько запилить обзор. Хорошего вам дня! Читайте книги, слушайтесь маму. Пока!